всем привет друзья сегодня у нас не будет ничего необычного просто хочу напомнить способ соединения алюминиевого и медного провода который я считаю самым надежным хотя при этом конечно же у него есть свой недостаток позже об этом скажу для тех кто в теме скажем так ничего нового здесь не будет но для тех кто еще не знаком с этим способом давайте посмотрим как можно соединить про по провод так чтобы это соединение служила ровно столько сколько понадобится но для этого нам провода сначала надо подготовить сразу скажу соединение у нас будет болтовое или резьбовое что очень прочно но очень легко разбирается будет использоваться не только болт данном случае это болт м6 под 10 ключ но еще будут дополнительно использоваться шайбы и так начинаем с того что мы снимаем изоляцию резьбовой способ соединения с помощью болта он позволяет соединять провода разные но помимо того что не сразу материала сделано это могут быть провода толстые разного диаметра то есть помимо этого они могут быть многожильные как медный данном случае или одножильный провод и главное в этом случае сделать так чтобы не было непосредственного контакта меди с алюминием чуть позже мы посмотрим как это делается но поскольку провод многожильный желательно его сначала залудить а потом уже дальше с ним работать так наш провод готов можем приступать к изготовлению самого соединения непосредственно но теперь наша задача сделать петли на обоих проводках эта петля готова уже и теперь еще сделаем петлю на алюминиевом теперь делаем сборку в такой последовательности помимо болта нам пригодится ровер один как раз под размер болта затем мы ставим шайбу надеваем ну допустим медный провод а затем шайбу которая будет разделять провода затем надеваем алюминиевый провод затем третью шайбу еще один гровер это идеальный вариант если они есть и сверху будет у нас гайка вот она наша сборка осталось теперь стянуть провода стяжку мы делаем до тех пор пока у нас гравирование выпрямляются и получилось вот такое равномерное соединение если говорить о минусах такого способа соединения то как видите оно достаточно массивно особенно если еще болт длиннее чем нужно пилить нечем и всю эту скрутку естественно надо заизолировать само собой это создает еще больший объем больший размер если таких соединения рядом два поскольку как правило нам нужно соединять не одну же две но так например они идут навстречу параллельно то естественно это создает дополнительно неудобства но в случае например если вы перебили случайно повредили провод одну желту но это неплохой вариант чтобы решить вопрос таким способом друзья на этом буду заканчивать свой рассказ только прошу вас поделиться личным опытом в том насколько вы считаете такие соединения прочными какой у вас уже опыт есть использование возможно дополните мою версию и это будет взаимным обменом любительским или профессиональным даже опытом спасибо за внимание всем пока ждите новых видео